И это все продолжало расти, и снежные комлы продолжало развиваться, и без какого-то финансового участия с нашей стороны. И на этом этапе мы начали внедрять элементы геймификации для того, чтобы приводимую аудиторию еще более эффективно использовать для привлечения и рекламы ресурсов. Мы делили внутреннюю валюту луксы, за которые пользователи могли выполнять различные социальные задания, а брать для них могли на получение баллов за свои фотографии. И мотивация в виде эфемерных луксов, которые на данный момент никак не монетизируются, их нельзя купить за деньги и так далее, послужила хорошей мотивацией для того, чтобы выполнять социальные задания. Например, пригласить весь список адресов из Gmail, запостить информацию о ресурсе на всех своих социальных сетях, подписаться на наши паблики. И так далее, и так далее. То есть всего сейчас порядка 10-15 вариантов и своеобразных квестов, за которые человек получает луксы. И особо действенным вариантом было привлечение реферальных друзей. То есть из каждого приведенного друга, который поучаствовал в проекте, пользователи получали луксы. И таким образом, каждый из таких блогеров приводил нам по 400, по 500, по 600 регистраций за короткий промежуток времени и опять-таки без наших вложений в рекламу. Ну и на самом деле не стоит забывать, что рекламодатель является другом человека. Кроме денег, рекламодатели, которые уже обратили внимание на проект, предоставили бесплатно для нас призы. Но и в то же время совместные конкурсы, которые мы вместе с ними проводим, они рекламируют по своим рекламным каналам. Таким образом, еще более увеличивают трафик к нашему ресурсу. И важно грамотно настроить работу с социальными сетями. Важно определить, на каком этапе вам нужно конвертировать трафик из социальной сети, а какую его часть все же расставить внутри социалки для того, чтобы ее развивать параллельным потоком. Потому что даже, допустим, многие мои друзья, у которых тоже сейчас проект растет и получают трафик с Фейсбука, получили просто от Фейсбука бан. Потому что вот Фейсбук в определенный момент, скажем так, обиделся от того, что за неделю произошло очень большое количество переходов целевых от сообщества на внешний ресурс. И контакты Фейсбука к этому очень привередливы. Ну и на самом деле одним еще из успехов проекта стало то, что люди начали создавать фан-страницы, сами генерировать контенты. Здесь пример контента, к которому мы не имеем вообще ни малейшего отношения. не потратили ни секунды времени, ни денег на то, чтобы сгенерировать этот контент, не распростренить. То есть люди сами его постят, люди сами варятся вот в этом вот сыплу, в этой тусовке и популяризируют ресурс. И в общей рекомендации используйте синергию. Смотрите, какие у вас есть возможности, какие у вас есть друзья, кто вам может помочь и сделать это максимально экономично и выгодно для вас, скажем так, партерам. Так как заплатить за рекламу в традиционных источниках вы всегда успеете, используйте сначала свой дружественный синергичный потенциал. Если у вас друг, который может вам бесплатно пиццу организовать на команду, отлично, у вас бесплатный корпоратив. Если у вас знакомый, который где-то 5 пикбордов в городе, отлично, вот у вас уже реклама на городе. То есть используйте максимально все вот такие каналы, продумайте, где какая у вас есть возможность. После этого только уже переходите к вкладным ресурсам, если они действительно вам будут необходимы. И всегда расширяйте информационное поле о вас, о вашем ресурсе. О вас постоянно должны говорить. Постоянно подкидывайте какие-то новые дровишки в топку. И ни в коем случае это поле не должно сужаться или вообще умирать. Постоянно должны идти какие-то сообщения о вашем ресурсе, новые новости, провокации. Поле должно постоянно раститься. Это очень важно для развития и привлечения мониторий, днейшего построения диалога с инвесторами проекта и так далее, и так далее. Для этого очень важно писать статьи. Определите, где и с какой целью вы их пишете. Допустим, вот мы сейчас привлекаем следующий раунд инвестиций. И с этой целью на ряде ресурсов выходит ряд статей о том, на каком этапе сейчас находится проект, каких успехов он добился. И че именно он привлекательный для инвесторов. И, соответственно, инвестор первым делом после диалога лично с нашей командой начинает собирать досье. Что он делает? Так же, как вы садитесь в поиск и ищет информацию о вашем продукте, натыкаясь на данные статьи. Плюс, кстати, к этому слайду надо добавить. Мы неделю назад, когда уже какой-то сам проект на Букс и ФМ попал на Википедию, что так же появляется значимым моментом. При формировании инфоповодов оставляйте определенную масштабную недосказанность. По своей психологии и натуре людям свойственно додумывать за вас, людям свойственно искать что-то интересное, какие-то масштабные масштабности, недосказанности в том, что вы формируете. Могу привести ряд примеров. Мы года два назад заключили контракт с Кока-Колой. Мы купили просто холодильник для того, чтобы нашим сотрудникам было приятно и были прохладительные напитки прямо внутри офиса. О чем мы, собственно, честно и написали во всех наших социальных сетях. Заключили контракт с Кока-Колой, следите за обновлением. После этого это был просто как бы шквал. Наши конкуренты, партнеры разрывали у нас просто на части. Одни кричали, что мы просто сейчас порвем и сломаем весь рынок. Другие просились на судподряды. Третьи думали, что все, мы открываем гигантское представительство в Москве, в Нью-Йорке. Люди додумывали сами, что подразумевается под этим инфоповодом. Притом, что изначально он был сформирован, во-первых, абсолютно честно, во-вторых, абсолютно прозрачный и с ключевой недосказанностью. И на самом деле в этом секрет абсолютно любого вируса. Мы как-то в виде Баловсба запустили прототип рекламы отецкого готтранспорта с изображением певца-дельфина Игоря Николаева и тезисом в стиле, как дельфинария Немо, и с тезисом «Они, как люди, только табреи». Информационные все издания подходили, буквально в течение недели запостили по всем корреспондентам и подозревателям этот инфоповод. Нам звонил адвокат Игорь Николаева. Общество по защите правших дельфинов начало просто, как бы, ну, лавины и какую-то всю информацию использовать. И казалось бы, просто никакое полосло, которое было там сгенерировано за пять минут, разошлось большим тиражом. И таким образом мы получили дополнительную рекламу наше. Точно так же, как бы, было и с нашей рекламой тату-салона, когда мы изобразили Тимошенко и Янаковича полностью, как бы, в тату, в наколках с надписи, там, не наколка, а тату. Буквально через два дня корреспонденты, обозреватели и так далее, то есть куча новостных ресурсов, куча постов, куча репостов про детских креативщиков с ссылкой на наши ресурсы и так далее. Трафик растет. Вложение в это, ну, буквально 15 минут времени мозгового штурма и, собственно, работа дизайна. И постоянно выступайте, ищите, с какой целью, где, перед тем, для чего вы хотите выступить. И в сочетании с инфоководами, в сочетании с постоянной недосказанностью и статьями, это дает вам очень серьезную отдачу и приводит к успеху ваш ресурс. Благодарю за внимание, готов ответить на ваши вопросы. А это очень важно на самом деле. Будьте всегда предельно честными, не брите. То есть если люди увидят какое-то вранье в вашем тезисе рекламы, ну, вы на самом деле получите гигантские минусы, аудитория просто уйдет. Это очень важный момент. Сказать правду, да, это поинтересно, и люди там сами спешим, что это будет очень здорово. Да, есть вопросы? А как? Да, я так, по-моему, я обыграю. То есть чем ты занимаешься в этой рейтинге? Менеджеры и работа? Смотри, я выступаю в роли исполнительного директора, пусть я, соответственно, прособеседовал состав, составил всю команду. И выступаю как продикт-менеджером, так и продакт-менеджером до разных стадий. В данный момент именно касательно Луксинга. А вообще мой изначальный программ, Мехманг, 10 видов математики, 4 вида программирования и так далее. Поэтому программистство крайне сложно, чтобы не нарежем. Продукт будет сам себя раскручивать, все такое классное, что просто будет само по себе. Есть вопрос, есть, как вам? Посмотрите, а на чем, в принципе, выжившица может заработать? Что является той монеткой, которую вы принесете на доклад? Хороший вопрос. Варианты модернизации важно планировать. Еще на этапе разработки самого проекта, а не думать об этом через 10 лет после запуска. У нас есть три ключевых варианта монетизации. Первый – баннеры показа, которые мы можем дать после выхода на пленые показатели от 2 до 4 миллионов долларов доходов в год. У нас есть вариант монетизации пользователей. То есть вы видите валюту Лукса, вы слышали, что фанаты готовы потратить деньги, и причем даже не на свое участие, а ради своего кумира. То есть люди уже готовы тратить на это деньги. И в принципе, мы изначально не особо акцентировали внимание на этом варианте монетизации, но после того, как вы видели отдачу аудитории, посмотрелись к нему, скажем так, более пристально. И третий вариант монетизации – это, собственно, рекламодатели. То есть посмотрите на АЛО, на розетку, на ту же Кока-Колу. Они тратят примерно 10-20 тысяч долларов для того, чтобы разработать платформу для проведения какого-то конкурса. И потом они еще тратят время для привлечения аудитории к этому абсолютно пустомому и новому ресурсу. С учетом того, что конкурс длится буквально 2-3 месяца, ну, эти траты, они нецелесообразны. А здесь для рекламодателя полностью готовая рабочая площадка, за которую нужно просто так бы заплатить и сразу получить есть инструментальные работы, плюс какого-то аудитория. А может ли ваш сервис проводить не только фотоконкурсы, а и видеоконкурсы, аудиоконкурсы? Бывает, кое-что любители певцы любят проводить папы между собой. Да, отличный вопрос. Мы сейчас развиваем классы проекта на основе фото. В дальнейшем будем расширять. Конечно же, в дальнейшем будет возможность и проведения видео, и, как бы, других вариантов. Более того, в дальнейшем будет возможность встроить сам ресурс в сторонний сайт. То есть, допустим, розетка будет проводить конкурс не на проекте, там, буквально ФМ, а внутри самой розетки на Патоме. И это все будет взаимосвязано с основным ресурсом. То есть все эти возможности в будущем, конечно же, будут расширяться и добавляться. Ну, хорошо. Я направляю, что Кирилл остается с нами на месте. Да, и будет возможность пообщаться. Спасибо. Спасибо. Спасибо.